Молдова 30 лет жила без четкого плана развития. Во время президентских выборов я пытался донести до всех граждан нашей страны очень простой месседж, что наша страна не просто стояла на месте, она все эти годы разрушалась, потому что ни один премьер-министр, ни один президент, ни одна власть даже не подняли вопрос о том, чтобы заказать комплексный план модернизации страны по важнейшим направлениям. Спустя десятилетиями мы проснулись без четкого плана возрождения промышленности, обновления и развития всех видов инфраструктуры, четкого планирования в сельском хозяйстве, перехода на новый этап развития систем здравоохранения и образования. А все проблемы в экологии решились запретом на импорт автомобилей старше 10 лет и на использование полиэтиленовых пакетов. Без такого плана развития у нас ничего не получится. Любой, как говорят у нас в стране ОМГОСПОДАРК, прекрасно знает, что строительство дома начинается с проекта. У нас в стране в течение 30 лет возводили стены, устанавливали крышу, потом вспоминали, что забыли залить фундамент или еще вырыть бассейн. Мы привлечем лучших молдавских и зарубежных экспертов для разработки плана модернизации Молдовы, без которого будущее нашей страны невозможно. Этот план должен дать ответы на вопросы, какие фабрики и заводы нужны Молдове, какие направления нужно развивать в агропромышленном секторе, какие сельхозкультуры выращивать. Мы должны производить то, что пользуется спросом в мире. Мы, соответственно, благодаря этому плану сможем сократить не только дефицит внешней торговли, но и внешний долг, который сегодня огромен. Частью такого плана обязательно должна стать модернизация транспортной инфраструктуры, которая включала бы в себя возрождение железной дороги Молдовы и создание международного хаба на базе международного аэропорта Маркулешты.